Ну что ж, друзья мои, добрый день. Добрый день. В эфире Финам ФН Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. В Москве 15.05. Пришло время. Я думаю, уже от 12 лет скоро нужно будет знать, кто такой Федрезерв. Потребуется лет через 5 всем такая... Я думаю, обязательно. И более того, мы вносим, ежедневно вносим свой вклад в это образовательное мероприятие. Конечно, конечно. Куда без этого сейчас? Ну так вот, 15.05 в Москве. Сухой Остаток в эфире. И самое время поговорить о том, что происходит на финансовых площадках. Я напомню, напомню. Нет, не напомню. Все, напомнил уже. Я представлю сначала. Александр Потавин, главный аналитик РГС Управления Активами. Саш, добрый день. Добрый день. Да, рад приветствовать, Саша. Владимир Рожанковский, директор аналитического департаментационной группы Норд Капитал. Владимир, день добрый. Да, вас всех приветствую. Сегодня студии сухого остатка. Телефон этой самой студии 651099,6. Код города 495. Не подсматривай, это для меня. Сайт компании finam.fm. Все это вы можете использовать, чтобы присоединиться к нашему прямому эфиру и, соответственно, дозвониться или написать на сайте, задать свой вопрос, поделиться собственными мыслями. В общем, тема сегодняшняя вполне читаема, актуальна. Мы будем мечтать. Мечтать будем? Хорошо, будем рассуждать о возможностях завтрашнего итога по нервному заседанию Комитета по ставкам Федрезерва. Ну и, соответственно, о том, как финансовый рынок будет жить дальше. Ну, в зависимости от того, что может произойти. Последний рывок, кстати, мы назвали тему сегодняшнего эфира. Последний рывок, но имелся в виду последний рывок этого года, потому что наверняка ничего серьезного в этом году. На самом деле, я извиняюсь, что я вклиниваюсь, но после 25-го, в общем-то, по моей памяти, там уже жизни как таковой на фундаменте торги идут, но в очень усеченном режиме. Ну, люди уезжают. Крисмас, Рождество, это семейный праздник. Люди едут из одного штата в другой, чтобы у своих родственников видеть родителей и так далее. Они это время выбирают, и это уже до Нового года, практически до 4 января. В общем, поэтому это все сказки, что это у нас, оказывается, такие длинные зимние каникулы. Они формально, они везде такие. Ребята умеют отдыхать, не только мы. Ты, кстати, едешь? В этом году, это единственный раз, я не еду. Да, я уже был в августе. Работы много? Очень много. Мы, да, стратегию квартальную, клиенты очень такие привередливые стали. Каждую неделю спрашивают по поводу курса рубля прогноза. Это непривередливые, они стали осторожными, потому что жизнь-то вон какая. Хорошо, друзья, тем не менее, давайте я не буду отвлекаться от традиций, отходить от традиций. Быстрее картину маслом я нарисую, что происходит сейчас на финансовых рынках. Или произошло к этому моменту, начиная со вчерашней американской сессии, которая позитивно вчера в очередной раз закрылась. Прибавил Dow Jones в 0,8, S&P 0,6, 1786 его цена закрытия, да, котировка закрытия. И Nasdaq 0,7 в плюсе. Вот все хорошо у них, молодцы. Дальше Азия смотрим. Никей вырос на 0,8%, Шанхай композит снизился на 0,5%, Европа сегодня в легком минусе. Фудси 100 снижается на 0,3%. Индикатор российского рынка в плюсе, тем не менее. РТС плюс 20, 1411 ММВБ тоже также 0,2%, 1473. Ну и рубль достаточно стабилен где-то в районе, сейчас я даже посмотрю, у меня есть спотовые цены в районе 32,90. Все, в общем, красиво. Смотрим на сырье и на Форекс. Небольшое снижение на сырьевых рынках, в частности, бренд теряет 0,5%, 108,70 за бочку, LightSweet 97,50. Золото в диапазоне так и стоит, или движется, можно сказать, до 1236 долларов стоит ройской унции. Евро-доллар 1,3765, ну тоже достаточно скромные движения, да, всю эту неделю, понятно почему, все, наверное, в ожидании все-таки завтрашнего результата. Набор голубых фишек разнонаправленно выглядит, выглядит лучше рынка НЛМК, обычка почти 2% в рост, Сургутнефтегаз почти 1,5%, ГМК Норникель 0,8%, 0,3% Газпром, 0,2% Лукойл. Все это позитивно. Хуже рынка смотрится Аэрофлот, теряет почти процент, также Ростелекол, акции обыкновенные, минус 0,8% и 0,3% Банк ВТБ. Сбер, кстати, в легком плюсе 0,06%. Уж не потому ли Ростел падает, что они там вроде бы с корпоративом новогодним пролетели, кажется, что-то не успели организовать. Ну, там не проведя, а там, да, было. Надеюсь, что, да, сейчас... Когда Ростел, что-то движение в Ростеле приходится весьма экзотическими доводами обычно объяснять. Ну, это уже... У меня есть такая версия. Да, я с тобой соглашусь, это уже суперэкзотика. Представляете, у нас фондовый рынок уже на новогодние корпоративы будут реагировать. Это уже вообще неприлично, наверное. Так, хорошо. Ну, давайте начнем разговор. Итак, для наших слушателей я еще раз напомню, хотя они прекрасно знают, сегодня начинается двухдневное заседание Федрезерва, последнее в этом году, последнее под предводительством господина Бернанке. Вот. И рынок, ну, и показываем мы сейчас вот эти вот, да, достаточно скромные движения в ту или иную сторону. Рынок в ожидании результатов этого заседания, собственно, в призме опять пресловутого сокращения программы, коллег, смягчения. В общем, от чего можно ждать от завтрашнего заседания? Володь, давай, если я начнем, ты все-таки поближе там. Саша, окей, ладно. Но вообще, на самом деле, конечно, все лукавят, что вроде что-то должны сказать или не сказать. Я просто себе представляю, я всегда, так сказать, противный сценарий, как я его называю, рассматриваю. Вот предположим, что он... Противный, да? Противный сценарий. Это худший имеется. Сценарий от противного, я называю противный сценарий. Такой метод, который очень часто сейчас приходится использовать, потому что иногда просто нету каких-то сигналов четких. И я думаю, а что если бы... Вот if это называется по-английски. А что если вдруг будет то-то, и какая будет тогда реакция? Вот я вот сейчас этот вот if рассматриваю. Если будет даже намек какой-то, не будет сказано там, скажем, скорее всего, не будут ни числа названы, то есть конкретно на какой объем будет сокращение, ни, так сказать, таймфрейм, ни какие-то горизонты. Ну, просто скажем, что все, мы удовлетворены состоянием американской экономики. Может такое быть сказано теоретически после последних цифр по ВВП и промпроизводству за ноябрь. Ну, чисто теоретически был всплеск, очень хорошие данные были по первичным заявкам, наоборот их меньше стало, почти 200 тысяч там упало до 200, ну, минимум за два года. Вот, и предположим, что дальше получается. Дальше получается, что рынки очень сильно пугаются. И, так сказать, перед Новым годом идет массовый исход в кэш, потому что рынки перепроданы. Об этом сейчас не говорит только ленивый. Я не буду сейчас имена перечислять тех экспертов. Извини, не уточню, перекуплены. Перекуплены, я что сказал? Перепроданы. Перекуплены, извиняюсь, конечно, перекуплены. Не буду сейчас упоминать тех, кто сказал, по-моему, легче перечислить тех, кто не сказал об этом. Поэтому рынки сейчас, они заложили в цены то, что тейперинг будет forever, как говорится. И если вдруг будет какое-то колыхание в пользу версии, что это не так, разумеется, будет резкий выход в кэш. И перед Новым годом это может быть на низких объемах. Потому что сейчас, как мы говорили, там очень ограниченное количество людей, как правило, берут отпуска многие перед Крисмос, перед Рождеством католическим. И это может закончиться тем, что это будет достаточно ощутимая коррекция перед Новым годом. И она, в общем-то, никому не нужна. Включая самого господина Бернанки, который наверняка хочет спокойно Новый год отпраздновать в кругу своей семьи. Поэтому, скорее всего, именно фактор Нового года, приближающегося, а также начало года, бюджет уже должен новый быть введен. И, помимо этого, постепенно приближаемся к февралю, к дате обсуждения потолка госдолга. То есть вот этот период желательно сделать максимально спокойным для рынков. Потому что если будут вот эти все вещи на фоне пикирующего рынка, то тогда, скорее всего, это будет для Елен весьма такой большой стресс-тест на первые дни ее правления. Как глава, как говорят, chair, стул Федрезерва. То есть я вот именно этим сценарием, противным сценарием пришел к поводу, что, скорее всего, ничего не будет. Я понял. Саш, осталось 30 секунд. Буквально начни, начни. Я во многом с Владимиром соглашусь, конечно же. А ты, кстати, рассуждаешь также от противного? Или все-таки есть какие-то сценарии, противные они или не очень? У меня немножко другой подход. Я вот такие вещи, как от противного сценария, ну, я не... Я смотрю о том, что было, чем жил рынок, допустим, в данном случае целый год. Целый год он хорошо рос. И сдуваться ему под занавес года... Да, нелогично. И причем ваши же коллеги в этой студии несколько дней назад говорили, что в Америке весь год рождественская. Спасибо. Новости потом продолжим. Новости. Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финнам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Александр Потавин, главный аналитик РГС управления активами. И Владимир Жанковский, директор аналитического департамента индиционной группы Норд Капитал. Значит, мы говорим по поводу завтрашнего итога дневного заседания Федрезерва США. Ну и, как всегда, обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. Я напомню, телефон студии 651099.6. Код города 495 и сайт компании финнам.ФМ. Итак, продолжим мы о ожиданиях. Володя свой противный сценарий озвучил. Противный. Противный именно. Сценарий от противного. Саш, значит, твой поход несколько иной. Ты смотришь, я напомню, просто для слушателей, с чего ты начал, до новостей. Ты смотришь, что происходило в течение всего года и дальше. Да, да, да. То есть, смотри, Олег, вот если посмотреть на этот год, в начале года, в конце даже этого прошлого года, в начале этого года, были на лентах новостей заголовки о том, что Great Rotation, вот этот вот сценарий большого движения на рынке акций. И, собственно говоря, мы его получили. То есть, экономика США там выросла год к году 3%, а фондовый рынок вырос по индексу S&P 500 на 25%. По индексу Nasdaq, Rassal 2000, больше 30%. И сдавать за полнедели весь, там, половину этого роста, даже если ФРС пойдет на, будем так говорить, ужесточение монетарной политики, то есть, фактически на сокращение объемов покупки активов на свой баланс, ну, вряд ли кто будет. Задел на следующий год. Главное, все, мы уже этот год отыграли, можно уже забыть про него. Вот здесь игра в этом году уже закончилась. Вне зависимости от того, какое будет принято решение, инвесторы уже будут строить, уже построят план на следующий год. А что такое следующий год? Это значит, если сейчас даже будут сокращены объемы покупки активов, допустим, там, на 10-15 миллиардов долларов, по сути своей, это не значит полный отказ от покупки, то есть, неполное сворачивание. То есть, сворачивание будет где-нибудь, может быть, к середине, может быть, к апрелю месяцу. То есть, через несколько заседаний, возможно, если ситуация, опять же, в экономике США будет улучшаться, возможно, мы увидим какое-то сворачивание активов. Поэтому сейчас основное, мне кажется, движение такое, что сейчас, в конце года, кто-то уже начинает фиксировать прибыль, но все это в рамках, что называется, текущего диапазона цены. И основной настрой это на следующий год. С учетом того, что, да, уже такие киты, как Goldman Sachs, говорят о том, что ставка по федеральным фондам останется на нулевых отметках вплоть до 2016 года, соответственно, у нас в следующий год практически Америка может... Goldman Sachs, если говорит, то все... ...продолжить движение вверх, вот, что называется, по накатанной. Тем более, что прогнозы по американской экономике, по-европейски там все смутно достаточно, да? Там вот Франция что-то в последнее время, что-то как-то у них там дела не очень хорошо, хуже, чем в Италии обстоят дела о Франции. Второй экономике в еврозоне, да? А вот в Америке достаточно, ну, кого так не спросишь, да, у них там есть проблемы на рынке труда, там еще какие-то там перекупленный рынок жилья, там кое-где, там еще что-то такое. Но по сути свои позитивные настроения. Американцы, они люди, которые запрограммированы на... для того, чтобы следовать в тренде. Вот тренд сейчас такой. Именно поэтому мне особое душевное удовольствие доставляет всегда показать эту ложку дегтя, которая в них там есть в их бочке меда. Тебе удовольствие стоит? Да, да, да. Я потому что знаю вот этот позитив, на самом деле в нем купался шесть лет. Вот. Это на самом деле неплохое качество, так сказать, think positive. Думай всегда, да, в позитивном ключе, да. Но оно отбивает, как бы сказать, философскую составляющую, которая, на мой взгляд, является достаточно важной частью жизни Homo sapiens. И когда вот такие вот вещи... На обывательском уровне ты имеешь в виду, да? Да. Или мы об участниках говорим? Я вообще говорю обо всем. Обо всем, да. Потому что это действительно общая черта американского образа жизни, американской философии и так далее. Be positive. Если ты не будешь позитивен, то, так сказать, тебя тогда перетрут в порошок и, в общем, жизнь тебя накажет. Ну вот. Я всегда так же... Мне всегда говорили, вот ты, мол, там, скептик такой. По природе. Я говорю, я не скептик, я реалистик. Реалистик. Вот я тоже знаю. Да. Но они не любят этого слова. Они считают, что все равно скептик. Давай договоримся, что все равно скептик. А смысл в том, что Фетт упорно на каждом заседании говорит, что программа стимулирования, она действительно помогает экономике. Потому что если бы это было бы не так, то, наверное, надо было бы ее свернуть уже давным-давно. И он приводит конкретные, как мы знаем, ориентиры, таргеты, сугубо экономические, на которые он смотрит. Он говорит, что пока не достигнет уровня беззаработицы, там, 6,5%, там, инфляция такая, мы будем, значит, он связывает вливание кэш с изменениями в макростатистике. И теперь посмотрим простая арифметика. Вот что называется на пальцах. На сегодняшний момент совокупная программа QE3 и QE4, то есть 40 ярдов миллиардов на МБС и 45 на Трежерис. Она в совокупности с момента ее начала осенью прошлого года приблизительно 9% ВВП уже залила в экономику. А экономика, по последним данным, выросла на 3,5%, 3,6%, по-моему. Цифра архипозитивная. Это половина роста китайского ВВП. Но если, опять же, так сказать, если ее сравнивать с 9, там, 8-9% залитых в экономику, она выросла на 3,6%, значит, насколько степень эффективности вот этих мер, стимулирующих, менее 50%. И теперь, если чуть-чуть снизить, какова будет реакция, так сказать, даже сугубо экономическая? Вот мне это не интересно, потому что там куча и индексов опережающих. Это и сентименты, и PMI различные, и лидин индикатор, и так далее. То есть, вот это самая страшная вещь, по которой я частично согласен с этой фразой крылатой, сказанной Марком Фейбером, известным инвестором, который в Сингапуре сейчас говорит. QE-инфинити. Страшно. Просто страшно. Страшно, не страшно, но тем не менее, смотрите, о следующем годе, Володя уже заговорил, о следующем годе, если не вспомнить, конечно, подумать о событиях следующего года, начало, по крайней мере, это вновь февральские страсти по потолку госдолга. Ну да, есть такое, да, 7 февраля, по-моему, если не помню, не изменяет. Но главное, вот смотри, как... Главное, это, да, Valentine's Day все успеть сделать. Смысл в том, что, как я сказал, нельзя успеть все сделать на рынке за один день, да, то есть, как правило, процесс достаточно длительный, с учетом того, что, еще раз говорю, ФРС вот сейчас вот на текущем заседании перед Рождеством, как ты правильно сам заметил, не поднесет такой неприятный сюрприз своим, так скажем, там, инвесторам, своему населению. Ну да, согражданам. Да, согражданам, потому что, в принципе, помимо... Это у нас в России, там, 1% населения только опосредованно имеет отношение к фондовым биржам, а у них там завязана, там, целая индустрия, там, чуть ли не до 40-50% населения, таким образом связаны свои доходы с фондовым рынком. По крайней мере, так называемый second earner, второй заработчик, это точно фондовый рынок, да. Поэтому, да, здесь очень... вот с такими вещами не шутят обычно, вот. И если вот экстраполировать, так скажем, тот объем покупки, плавное его снижение на нет в следующем году, то есть не сейчас, он сейчас явно не сократится, а экстраполировать его на следующий год, то есть, в принципе, индекс S&P 500 там выходит в район, там, 1950 пунктов, некоторые даже, там, 2000, говорят, очень красиво. Это на конец года имеется? Ну, где-то середина, может быть, там, середина примерно так вот. Поэтому сейчас, да, единственное, что можно сказать, что с учетом того, что все-таки вот этот тейперинг, вот это вот ожидание сокращения объема покупки, оно уже, в принципе, заложено в цены, я думаю, что сейчас фондовый рынок Америки уже просто-напросто снизит темпы своего роста. То есть, у него увеличится волатильность, то есть, вполне возможно, какие-то флюктуации, там, допустим, там, плюс 3%, минус 2%, вот такая вот волатильность, да, но в целом просто наклон изменится. То есть, раньше мы нашли, росли под наклоном 25% в год, а сейчас мы можем снизить, там, до 10% в год. Но если будет определенный объем все равно на рынке присутствовать, то, конечно, он расти будет. Потому что вот период, когда между QE2 и QE3, почти что год, там, 9 месяцев было, по-моему, что-то вроде, рынок, вообще говоря, по совокупности не вырос, по S&P, 500, если посчитать. Но тогда были нулевые, якобы, объемы. Я не верю в нулевые объемы, я вообще не верю в то, что что-то может быть стерильно. Но, тем не менее, официально не было никакого количества смягчения. В итоге рынок сначала немножко вырос, потом немножко упал, потом снова вырос. Извините, я уточню, ты про нулевые объемы как раз... Между QE2 и между QE3. Потому что QE3 был практически в сентябре объявлен. Я их разделяю. Одно было сентябрьское, другое было ноябрьское. В сентябре объявили про скупку ипотечных облигаций. В ноябре объявили про скупку, про продолжение скупки казначейских облигаций. То есть как бы две для меня. Ну, мне так проще считать, потому что они там это объединяют. Ты называешь их третьей и четвертой, соответственно. И четвертой, да. Ну, это как бы... Понятно. Мне просто самому понятнее. А второе было как раз почти год назад. Почти год назад, да. И между ними индекс S&P по итогам он вообще не показал ничего. В какой динамике, да. И, наверное, я думаю, управляющие пришли как-то в ФРС нам или кому-то, сказали, ребят, ну что, ну как? Как деньги зарабатывать? Да. Ребят, давайте в конце концов... Погим экономик. Если затеяли уже, да, давайте от принципов не отступать своих. Ну, вполне может быть, конечно. Хорошо. Хорошо. Ну, а, кстати, Саш, все-таки, ну, сейчас уже времени, к сожалению, у нас до следующего перерыва немного. По поводу проблемы потолка госдолга-то. Она будет проблемой? Или все это решится так же опять вот походе, что называется? Мне кажется, решится. Да, они же достаточно быстро пришли к соглашению по госбюджету, поэтому, думаю, потолок госдолга. Ни одна из партий не заинтересована в том, чтобы дестабилизировать ситуацию. Бейнера отправят на Гавайи отдыхать. Отдыхать? Ну, может. Или работать. Хорошо, еще раз прервем все новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Продолжаем эфир, уважаемые слушатели. Или сухой остаток на Финам.ФМ. Напомню, мы сегодня рассуждаем по поводу стартовавшего, да, сегодня, или стартующего сегодня, ну, не вновь на финансе Федрезерва. Ну, и пытаемся понять, что будет завтра по его итогам. Даст ли повод Федрезерва Соединенных Штатов Америки, да, для каких-то новых, новых мыслей, новых движений на финансовых рынках. Напомню, в студии Александр Потавин, главный аналитик РГС Управления Активами, и Владимир Жанковский, директор аналитического департамента, инстанционной группы Норд Капитал. Телефон в студии 6510-99,6, код города 495, сайт компании финам.ФМ. Ну, здорово, на самом деле, я понимаю, что это, эта тема наиболее актуальна, и она будоражит умы аналитиков, и так у нас плавно, смотри, полчаса, да, мы на одном дыхании о Федрезерве просуждали, а все-таки, я уж прошу прощения, конечно, может, это менее оптимистичный разговор, а что с российским-то рынком? Ну, спросите, с российскими банками? Ну, я спрошу, конечно, если, да, для вас. По традиции, Владимир Иванович. Вы хотите, чтобы я про банки говорил? Нет, нет, давай про рынок сначала, про рынок. Не, ну, мы сейчас вот встретились, первая была наша реплика, это о том, что растет то, что подбирают. В общем, так оно где-то, наверное, и есть. Это мы вспомнили электроэнергетику, кстати. Электроэнергетику. Это то, что покупают. Ну, там, да, бумаги такие сомнительные, Ростел там и так далее, которые, собственно говоря, там, ну, взяли сургут, выдрали, ну, святое дело, выдрать бумагу, про которую ничего неизвестно, в которой, так сказать, топ-сикрет, вообще говоря. Ну, это говорит лишь о том, что, в общем-то, мы торгуем на своих деньгах, особенно сейчас. Были какие-то изменения, по-моему, в индексе РТС, значит, вернее, не в индексе РТС, извиняюсь, в индексе MSCI, Раща. Вот, и эти изменения, они тоже как-то незамеченно прошли. Это говорит о том, что даже индексные фонды настолько снизили активность, что вот эта перелокация бумаг, я там, насколько помню, значит, включили КАМАЗ, еще одну какую-то бумагу, исключили... Ладно, не буду сейчас врать, но, в общем, одним словом, вот были перестановки, но, тем не менее, на рынке, как всегда ожидают, там такого уж сильного потока не было. Это говорит о том, что мы торгуемся на своих деньгах. С одной стороны, это хорошо, но, с другой стороны, нету объемов по-прежнему. В общем, НПФы тоже находятся в подвешенном состоянии, там меняются постоянно каждый день законы, они ждут окончательной какой-то версии, и, в общем-то, уже тоже как-то боятся, что это будет не очень хорошая ситуация, а может быть, не настолько нехорошая, как правило Волкера в США, но что-то близкое к этому. И поэтому нам предстоит весьма долгое, на мой взгляд, вот такое вот испытание собственного достоинства, если можно так сказать. Испытание, собственно, да, хорошо сказал. Павел, я хотел уточнить, смотри, мы также в начале программы, да, твоя фраза прозвучала, что теперь каждый, ну, до 12 лет, что ты предложил, да? Ну да, снизить цену. Чего с 16-ти? Конечно. То есть каждый практически, да, уже в сознании, кто находится, должен прекрасно знать, да, что такое Федеральный Деньги Соединенных Штатов Америки, да, кто деньги держал в руках. Кто деньги, да. У нас уже люди в 16 лет рефераты пишут по системе стимулирования, там. Это нормально, это нормально. Я все-таки возвращаюсь к российскому рынку. Ну, связь-то есть какая-то между теми событиями, которые мы обсуждали, да, полчаса, первую половину, и тем, что мы видим? Ну, я скажу то, что все говорят, не буду оригинальным, что мы растем весьма сомнительно в корреляции с внешними индексами, но падаем в очень хорошей корреляции. Такая тема, к сожалению. Это грустные будни наши, и тут хотелось бы что-то на другое сказать, но как-то в голову ничего не лезет. Ну, говорим, что есть, видимо, да, Саш? Да, мы... Корреляция есть какая-то? Да, мы как раз на работе строили матрицу корреляций между различными финансовыми инструментами, чтобы посмотреть, что от чего зависит. И вот если... А какой, извините, период какой брали временной? Последний год, последние пять? По-моему, пять лет. Пять лет, да? Вот. И такая интересная штука, что вот если посмотреть, допустим, период где-то вот с 2009 года до 2011, у нас вот корреляция с индексом MSNP500 была там в районе 0,9, да, а вот сейчас она вот последние, наверное, года полтора, она снизилась до 0,7. То есть, в целом, по этому отрезку где-то вот 5 лет, она где-то 0,8. То есть, раньше мы практически всегда копировали динамикой, но с учетом того, что у нас рубль не резервная валюта, и у нас нет в стране своей федеральной резервной системы, которая может накачать активами, вот. У нас мы существенно отстали, конечно же, вот от американских инвестикаторов. Может, но это чревато. Вот. Ты имеешь в виду свой федрезерв, и оно ЦБ может, но чревато. Если посмотреть на наш рынок акций, то, по сути своей, мы продолжаем вариться в собственных деньгах. На недельном графике индекса МВБ там вообще никакой картины нет. То есть, пила, с 2011 года идет пила, то есть, 1550 пунктов по индексу МВБ сверху, там 1300 снизу, все, вот это все. Это означает то, что мы пока варимся на собственных деньгах, и мы не резидентам, неинтересны. Если были бы интересны, нам заходили бы деньги, как вот, допустим, в этом году там выстрелило там чуть ли не на 60% там Абудаби, Саудовская Аравия, там вот они нефтяные державы, но им есть, что предложить инвесторам в плане роста ВВП, в плане не того, что у них экономика не только нефть сейчас развивает, там торговые центры и туризм, там все остальное, а у нас нечего, мы и сырьевой передаток так и остались. И плюс к этому у нас, конечно же, общее негативное отношение вот инвесторов к собственности, в защите прав собственности, в защите прав акционеров, поэтому здесь мы, к сожалению, вынуждены вариться в собственном соку. И те немногочисленные фонды, которые заходили на наш рынок, вот я посмотрел так по статистике где-то, наверное, июль-сентябрь, но вот я не знаю, они должны будут выходить, наверное, может быть где-то в феврале, если у нас там, нас поддержат наши Олимпиады. Олимпиады, да. Многие говорят о том, что Олимпиаду почему-то должна поддержать. Я вот просто пытаюсь, вроде бы были стройки уже все завершены, там оно могло металлургов, там производителей строительных материалов как-то поддержать, там какие-то цементные заводы, а сейчас что должно быть? А мы на слуху, наверное, будем, Владимир, мы просто на слуху мировой общественности. То есть будут часто нас, так сказать, побинать добрым словом, да. Главное, чтобы башмаками по трибунам не стучали, а так все остальное можно. Имиджевые ралли такие, да, смотрите, в России. Ну, может, в России Олимпиады, давайте покупать российские. Ну, была же статистика такая о том, что провели вот статистику по тому, как двигались фондовые рынки тех стран, где проводилась зимняя Олимпиада за последние там шесть раз. И, в принципе, ну так подъемчик есть, ну так в целом там, в общем, где-то в районе там, может, 2-3 процента. Понятно, хиленький такой подъемчик. А вот если американцам интересно сказать, что будет Олимпиада в Сочи, оно на нее не поедет Олэнд. Олэн, Олэн, как они его называют. Они знают, во-первых, где это такое? Да, они что спросят, что такое Сочи или кто такое Олэн? Это мне интересно. Ну, ты, наверное, ближе к теме, ты можешь на этот вопрос ответить. Я думаю, что про Сочи они, скорее, вряд ли знают. Да и про Олэн тоже не знают ничего. Про Пелошадин, скорее скажут, мы больше знаем, чем про Олэна. Им это и не особенно интересно. Ну так, и тем не менее, значит, вот все, что мы ожидаем сейчас со стороны Федрезерва, в принципе, никакой связи с российским рынком не имеет. Абсолютно. И никакой динамики здесь. Вот смотрите. Негатив имеет. Это как диод. У него полупроводимость такая. То, что выше, она отсечка. То, что ниже, оно только проводит. То же самое, допустим, если посмотреть вчерашний день, да, так как у нас проходила экспирация, кто-то упорно держал, вне зависимости от внешнего фонда. Внешний фон последнюю неделю был негативный. А на шинок акций специально, ну, кто-то специально вот держал на нужных уровнях. И закрытие было по индексу РТС, там, возле 140-го страйка. На 135-й нам легко было сходить. Просто вот... Тем более, да, были основания для этого. Лечил чок пальцев. Но, тем не менее, кто-то держал рынок, да? Ну, это единственное, да. То же самое, допустим, как поведение акции Роснефти вчера. Кто-то вот пробил уровень поддержки специально, там, колоссальное количество заявок. Собрал все стоп-заявки там внизу. И после этого акция ушла там спокойно вниз, там, на 1,7%. На ликвидном рынке такие вещи, как правило, не могут быть. На самом деле, действительно, здесь есть огромная армия людей, даже лично которых я знаю, которые, условно говоря, шортят какие-то отдельные бумажки по российски. Я бы, если бы у меня не было возможности вообще ничего, только вот фондовый рынок, где-то, наверное, это правильно. То есть они шортят какие-то бумаги, которые можно шортить, но их немного, там, по пальцам и на руке. Но при этом лонгуют индекс РТС. Соответственно, под экспирацию фьючерсов им нужно, чтобы индекс был выше. Иначе будут они out of money, ну, вне денег. И получат лосей по одной дороге, по второй тоже. То есть, ну, как бы вот такая вот тема для частных трейдеров. Но это последнее, что у них осталось. Вот Герчик, наверное, лучше расскажет про все эти дела. Мы этим просто не знаем, потому что, на самом деле, это, с моей точки зрения, некая ловля-блох. Поэтому тут прав многие управляющие, там, точно, Максов, мой знакомый, там, да, Александр тоже. Единственный вариант, значит, это увеличить горизонты инвестиций. Вот все хотят, да. Вот сравнил, вот он на год положил банк, депозит, получил процент. И вот сколько я получу за год? Если я вот 1 января проинвестирую в рынок, и я, соответственно, вот 1 января 2015 года, сколько я получу? Значит, это не тот инструмент, к сожалению. Приходится разрешать. Это то же самое, что я куплю квартиру 1 января, сколько я смогу на ней выручить 1 января 2015 года? Тоже неизвестно. Ответ неизвестно. И приходится инвесторам тоже теперь мыслить такими же категориями. А почему, собственно говоря, все рассматривали фондовый рынок как быстрый спекулятивный инструмент для того, чтобы заработать себе на поездку, там, на Лазурный берег или там, кому что больше нравится, Мальдивы? Все, больше это не работает. Ребята, это инструмент длительных накоплений. Теперь вопрос в том, как будет наша пенсионная реформа в очередной раз реформирована. Основной потенциал именно в НПФ, а не в зарубежных инвестициях. Потому что там привлекай, не привлекай, ну, можно что-то привлечь немножечко. Но основной потенциал на самом деле внутренний. Потому что, как показывает практика, даже 90-х годов, вот когда все зарождалось, пришли, когда внутренние какие-то начали игроки раскручивать отдельные какие-то бумаги. И тогда пришли внешние инвесторы, начали считать с этими умными коэффициентами. То есть они когда увидели, да, внешние инвесторы, увидели, что там жизнь какая-то зарождается. А то, чтобы они стали локомотивами нашего рынка, ну, я как-то так, не знаю, я сомневаюсь. Мода должна вернуться. Просто когда ты должен, как фонд, допустим, должен понимать, что если я захожу здесь большим объемом, я этот объем не так, как частный инвестор. Я там все сейчас купил в течение пяти минут, а цена не вернулась, да. А большим объемом я должен заходить там в течение, может быть, там, низких дней. Кому я должен этот объем продать? То есть кто должен у меня его купить по более высоким ценам? Что должно быть в экономике или на фондном рынке такое, чтобы я смог продать с прибылью? Это как вырония судьбы, в первую очередь. Только после вас в лифте, да? Нет, я только после вас. Что-то типа этого. Я все жду, да, вроде как энергетика. Она падала, падала, вроде никто не хотел. Когда рвануло, всем она стала вдруг интересной. Ну, кстати, вот если опять вернуться к примеру с электроэнергетикой, насколько это долгосрочная инвестиция? Или опять это шевеление внутри этого блошиного рынка? Он сейчас отскочит и потом ее сольют точно так же. Вот выгодно же поиграть на хороших темах. Когда рынок в целом не растет, еще раз говорю, мы 2-3 года стоим на одних и тех же уровнях. Остается искать, черпать торговые идеи, каких-то бумаг, второй шлона, которые где-то можно там, допустим, интерау. Она с минимумом выстроила вверх, там, 35%. Пади, плохо. Хорошо, конечно. Я вспомнил просто эту идею инвестирования на год, да? Что было в начале этого года и что было сейчас в конце года. Забавно. Давайте еще раз новости, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Представлю я гостей. Александр Потавин, главный аналитик РГС Управления активами и Владимир Жанковский, директор аналитического департамента национальной группы «Норд Капитал». Сегодня в студии сухого остатка. Ну, в общем, тема заявленных. Буду надеяться, что нас кто-то слышит в это время. Я думаю, что наверняка. Наверняка, кстати, если у тех, кто нас слышит, только возникнет желание... А я в записи всегда слушаю. ...присоединиться. Ну, в записи даже удобнее, да? Там потом расшифровка идет. О, красота. А что же он все-таки там... А, да, там интересно очень у вас. Да, интересно. Продолжайте, продолжайте. Я думаю, это хорошая тема. Я напомню, телефон студии 651099,6, код города 495, сайт компании финам.фм. Осталось немножко времени, но, да, интересная беседа, приятно общаться с умными людьми, как в этом случае говорят. Это не то, сколько умные, это скорее просто умудренные, потому что уже умные, это такая фаза, как бы сказать, роста, а у нас уже фаза такого, как сказать, скептицизма идет. Это уже такое, это как detrimental по-английски, по-русски ущербный, не ущербный, как это переводится слово. Саша, определенный. Нет, detrimental, это значит ухудшение, как бы, личностных качеств происходит ввиду несовершенства воспринимаемой информации. Расстробанная рынка. Ну, ладно. Давайте вернемся к российской действительности. И тема последних нескольких недель активно обсуждаемая, ну и, естественно, касающаяся любого практически гражданина Российской Федерации, что происходит в банковской сфере. И прежде всего, конечно, не с точки зрения рыночных движений. Володя, давай с тебя начнем. Ну, может быть, и с точки зрения рыночных, потому что как-то вопрос звучит вот там с Берой ВТБ. Ну, с моей точки зрения, в конце концов-то они, конечно, становятся бенефициарами вот этих всех вещей, потому что так или иначе клиенты, их даже звать не надо, в общем-то, их привлекать не надо. Они выступают, как правило, в виде агентов по выплате АСВ, по разорившимся, так сказать, банкам, у которых отзывы от лицензии. Дальше люди просто становятся их клиентами. Это органичный процесс. Не говоря о том, что там в регионах там вообще, если такой банк один есть, то у него только одна альтернатива, это Сбербанк, как правило. Ну, во многих регионах так. Ну, или ВТБ, там, скажем. Поэтому с точки зрения фондового рынка здесь как бы понятна траектория. И для, опять же, любителей долгосрочных инвестиций я бы сейчас действительно посмотрел бы на бумаги наших фаворитов финансового сектора. Но это с точки зрения рынка, потому что мы говорим там о рынке в основном. А с точки зрения нашего житья-бытия ситуация достаточно неприятная, потому что ходят вот эти вот списки, никто не знает, насколько они правдивые или там состряпанные и так далее. Но, тем не менее, все их желают видеть. И поскольку, как говорится, спрос рождает предложение, то от них невозможно, от этих списков никуда избавиться. И поэтому любой банк, что бы он сейчас ни принял, как вот, знаете, любое слово, сказанное вами, может быть использовано против вас. Вот, поэтому банк, который нам сегодня сказали об ограничении... Очень самая нехорошая вещь, это ограничение в выдаче наличных. Как преодолеть ограничение в выдаче наличных? Ну, МБК, конечно, сейчас весьма в коматозном состоянии находится. Но, собственно говоря, надо что-то реповать. Для этого должны быть какие-то нормальные активы. Грубо говоря, нужно поддерживать хорошие отношения с ЦБ. Потому что у ЦБ даже одно время бы раскальзывали разговоры о том, чтобы можно было бы реповать джанк. Ну, это было где-то полгода назад. То есть расширение программы ломбардного списка. Да, и, собственно, для повышения ликвидности на рынке. То есть здесь получается так, что если у банка действительно проблемы с ликвидностью, это значит, что его не любит ЦБ. Опять же, я не утверждаю этого, но это методом как бы такого, так сказать, индуктивного анализа по Холмсу. Оно как бы само собой получается таким образом. То есть люди, независимо, скорее всего, это правда только в 50% случаев. А в 50% там другие какие-то могут быть причины. В том числе то, что там в Альфе было, например, просто в банкоматах был какой-то технический там шатдаун, они его отремонтировали. В 5000-е когда они не принимали? Нет, это еще до этого. Но вчера вот что-то там у них было в системе компьютерной сбои в Альфу-банке. И потом они его там в течение двух часов восстановили. Поэтому это может быть все, что угодно. Согласен. Но сам факт того, что ты находишься, например, в нижней пятидесятке сотни банков, это уже как бы работает против банка. И при этом, если есть какие-то проблемы с ликвидностью, с выдачей наличных, все. Дальше, в принципе, отзыв лицензии как таковой, он уже выполняет роль лишь некого символического последнего аккорда. Потому что все остальное дело, это же страшная вещь. Это называется банкран в классической терминологии. В Штатах такое было на пике так называемого savings and loans кризис с 1987 по 1989 год. Когда было слишком либеральное законодательство, можно было запросто без лицензии организовать банксбережения. Они их наклепали кучу, а потом у них не стало ликвидности. И вот это был банкран как раз фактически. Перед этим, это самый крупный, это был с 1929 по 1929 год. Это великие депрессии в Штатах. Собственно говоря, там самораскручивающийся процесс. То есть уже даже регулятор не может, или что бы ни делал регулятор, это уже вторично. Как только начинает цепная реакция, как только где-то что-то не так себя ведет, тут же моментально люди идут и начинают изымать депозиты. Вот этой ситуации, на мой взгляд, Центробанку нужно во что бы то ни стало стараться избежать. Пока я бы не сказал, что у нас это состояние банкран, панического бегства от мелких банков, оно по факту существует. Но оно уже настолько близко к этой границе, что дальше просто оно может произойти. И поэтому, значит, помимо наступательных вооружений, в Центробанк, по всей видимости, нужно сейчас оборонительные какие-то очень серьезные разрабатывать механизмы, которые бы могли, значит, по крайней мере, вот эту волну снижать. Слава богу, что есть все-таки АСВ и подтвердили о том, что у него объем еще достаточен для того, что для выплаты. Потому что самая страшная вещь, безумная, это вот эта волна пенсионеров и, так сказать, малоимущих вкладчиков, которые копят, извините, себе на похороны или на что-то еще. Вот это совершенно страшная сила. Потому что юрлицы, они будут судиться, они более-менее себе представляют свои шансы на получение, знают вот эту лестницу, кто первый получает, кто второй на очереди, кто третий. С ними проще, они просто привлекут адвокатов и будут дальше работать. Но вот эта вот толпа, которая там в Калининграде с инвестбанком пыталась что-то сделать, аж губернатора пришлось вызывать, вот это самый страшный момент. Вот эти вот массы основные, пока есть, значит, один из вариантов, это публикация на сайте ЦБ реальных средств, как вот мы публикуем резервы, ЗВР наши ежедневно, так публикация объема фонда АСВ ежедневная. Сколько осталось? Сколько осталось? Ребята, вот еще есть все, вот как-то так. Я даже не знаю, теряюсь в догадках. Это один из оборонительных способов вооружения, собственно. Саша, как ты смотришь на проблему текущего банковского кризиса? Есть вообще кризис-то у нас? Или это все надуманно? Нет, кризиса как такового нет. Есть проблема у отдельных банков. И действительно, банки, госбанки, такие как Сбербанки, ВТБ, они от этого кризиса, ну, такого, можно даже сказать так, рукотворного, кризиса выигрывают. Выигрывают. А им не нужны вот эти, мне кажется, мелкие вкладчики, которые к ним приходят за деньгами, это лишние, так скажем, операционные услуги, они с этого банки не живут, с этого. Банки живут с объемов кредитов, которые выдают они, фондируясь за дешево в ЦБ. По крайней мере, крупные госбанки, да. Поэтому, получая дополнительные, допустим, закрывая какие-то банки из топ-200, топ-100, достаточно более-менее крупных, то есть, по сути, своей часть клиентов из этих банков идут кредитоваться в Сбербанк, открывают счета в ВТБ, в Сбербанке, в Газпромбанке, в Россельхозе. Это, в принципе, те клиенты, на которых банки, крупные государственные, могут делать деньги. А вот эти мелкие вкладчики, это, по сути, своя так, это просто, что называется, для... Их мало, но они... Их много, все-таки. Может, они в техниках... Это дополнительные расходы. Банк с них ничего не имеет. Крупные госбанки с них ничего не имеют, по сути, своей. Ну, для Сбера, конечно, я согласен. Это несерьезный контингент. Тем вкладчикам, которые имеют счета в мелких банках, по сути, своей, если у них сумма вклада плюс процента не превышает 700 тысяч, я думаю, волноваться не стоит. Единственная проблема в том, что, как правильно Владимир сказал, что это вот объем вот этого мешочка в АСВ. Потому что в том случае, если гавкнется какой-нибудь банк из топ-30, не дай бог, то вот этого мешочка может не хватить. Что в этом случае будет? То есть деньги-то будут на вклады, но при этом курс рубля может быть не 33, а 35 уже. Мне что-то напоминают разговоры, где-то полуторагодичную давность, когда формировали фонд перманентной евростабильности ЕЦБ. И когда говорили, вот понимаете, и там нагреться ты на Ирландию нам еще хватит, но представьте, если, например, гавкнется Италия или Испания, и все такие, ой-ой-ой, ой, как страшно. Вспоминаю, я где-то сегодня читал по поводу Испании, что там уже настолько все хорошо вернулось. Да, ну формально, по крайней мере. Да, до кризисного уровня. А понимаете, моя версия такая, что в Европе была обычная циклическая рецессия. Это, как бы сказать, вот мое мнение, потому что я смотрю, как все развивалось, Европа вошла в рецессию, во-первых, не в седьмом году, как в Штаты, а только в десятом году. Все страны уже были. С Греции, да, да. И закончилась рецессия в тринадцатом. Ну это два года, это нормальный цикл экономический, рецессионный. А потом они много чего сделали хорошего. Действительно, вот за последний год они снизили уровень зарплаты. Вот в Штатах есть системный кризис. А в Европе циклический, на мой взгляд. Спасибо огромное. Александр Потай, Владимир Рожанковский из студии Сухого Остатка. Спасибо. Рад был вас видеть. Спасибо за внимание. Экспертная радио.